здорова ребят сегодня не про рыбалку сегодня совершенно другая тема тема водомоторки а именно мое видение комплекта эгоиста заточенного под рыбалку на небольшой воде итак водомоторная семечка поселилась голове достаточно давно в то время мечталась о лодке 380 о раздушенном моторе 9.9 лошадиных сил и надо сказать что это были сладкие необдуманные грезы потому что применимо к тем условиям рыбалки в которых я нахожусь этот комплект по части именно транспортировки абсолютно не пригоден в багажнике он занимает достаточно большое место и по части переноски достаточно тяжелый ну и также в мой небольшой автомобиль все это барахло помещалось без трудов соответственно нужна была лодка достаточно легкая чтоб я смог ее слиповать абсолютно в любом месте даже и при условии того что будет какой-то крутой берег чтоб я закинул ее на плечо и спокойно спустился также нужен был достаточно мощный в то же время легкий мотор и поэтому выбор пал на 9.8 короче говоря нужен был комплекс для безгеморройного доставки меняемого шмурдяка на место рыбалки и именно эти параметры привели меня к покупке лодки 320 и мотора 9.8 лошадиных сил и так границы поиска были сужены осталось только определить модель лодки и модель мотора для приобретения я решил подойти к этому вопросу достаточно серьезно поэтому стал штудировать ттх лодок которые подходили под заданные параметры проштудировал достаточно большое количество интернет-ресурсов я пришел к выводу о том что буду брать лодку aqua 320 даже несмотря на то что в этой лодке есть один явный недостаток это очень узкий нос если бы у нас был чуть-чуть пошире туда можно было бы положить достаточно большое количество шмурдяка так нос узкий поэтому туда даже бак из под мотора 98 помещается с трудом зато эта лодка достаточно качественно сделано и по большому счету отвечает за данным параметрам что собственно говоря мне и было нужно в общем ребят не хотелось бы мне заниматься какой-то рекламой но буквально пару слов все-таки о лодке наверное следует сказать потому что наверное это будет достаточно нужная информация лодка имеет вот такой вот бортик и из-под него как бы брызги летят намного меньше носовая часть здесь идет узкая то есть вы видите да нос здесь узкий сидеть можно при минимуме вещей то есть мы сегодня рыбачим вдвоем вот сашкой и не так много тут места так скажем но в тесноте да не в обиде разместиться можно дальше хорошая штука которая здесь идет в стоке это вот такая вот рукоятка за которую держится получается рулевой вот и садишься хватаешься одной рукой на эту рукоятку и пока лодка выходит на глиссер она наклоняется и потом падает и вот за эту рукояточку держишься пока видишь транец тут наклонен как в принципе и на всех лодках дальше конструкция идет нд-нд поэтому струбцину для эхолота надо выбирать соответствующую которая будет уходить под углом ну а так в принципе больше то наверное сказать здесь нечего в лодках оборудована идет веслами отсеков здесь раз два три три отсека вот такая вот лодка 29 килограмм весит достаточно легко ее можно таскать на своем собственном горбу по мотору особо сказать нечего я думаю что какие-то определенные вещи если они вылезут то они вылезут по прошествии сезона вот так вот такой вот комплект дальше стал вопрос о приобретении мотора так как на начало 2021 года в магазинах практически не было японских моторов поэтому я посидел посидел подумал подумал немного поштудировал интернет-ресурсы ну и собственно говоря решил заказать мотор гладиатор 98 лошадиных сил сначала я хотел заказать пятерку вот но потом подумал о том что если вдруг я поеду на рыбалку на этой маленькой лодочке вдвоем то это будет уже не так комфортно ну и плюсом ко всему если я поеду на это лодки один но у меня будет полный загруз я поеду куда-нибудь ночевой то наверное было бы намного лучше если бы эта лодка была все-таки под мотором 98 лошадиных сил кстати на этой лодке на акве под мотором 98 устраивают гонки и лодка под таким мотором с минимальной загрузкой а я имею ввиду пилот получается мотор и там 3 литра бензина эта лодка шарашит 42 километра в час у меня вот сейчас минимальная такой рыбацкая загрузка она пойдет наверно километров 35 что в принципе достаточно быстро на глиссер эта лодка выходит достаточно хорошо на этом моторе ну собственно говоря место здесь не так много но она и на это и было рассчитано чтобы можно было в любом месте эту лодку спустить на воду и спокойно отрыбатить свое удовольствие в одну каску а Продолжение следует... Тихонечку, помаленечку, собирая информацию, копя деньги, я стал обладателем вот такого вот комплекта эгоиста и надеюсь, что в этом году граница наших рыбалок значительно расширится. Но! Вишенкой на торте и изюминкой всего этого комплекта стала всевидящее око. И о всевидящем оке мы поговорим с вами в следующий раз. Тихонечка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...